Всем привет! В эфире канал ОТС Мировые Новости, в студии Дмитрий Белькевич. И через несколько секунд расскажу вам много интересного о событиях, произошедших в разных уголках мира. Вот что мы подготовили для вас сегодня. Суд постановил, что обвиняемая работая машинисткой-стенографисткой в концлагере Штутгов, сознательно и добровольно способствовала жестокой смерти более 10 500 заключенных, которые отправляли в газовые камеры, содержали в бесчеловечных условиях и переводили в лагерь смерти освенцем. В Германии перед судом предстала пособница нацистов, виновная в смерти тысяч узников концлагерей. В Великобритании на митинги вышли реаниматологи. Утверждают, зарплата не поспевает за инфляцией. Добьются ли они повышения жалования? Неприятный казус произошел во время митинга экоактивистов в Азербайджане. В воздух подбросили мертвого голубя. Почему так вышло? Очередной судебный приговор пособнику нацистов в Германии и рост смерти от ковида в Китае. Подробнее через пару секунд. Солидный возраст не стал пригадой для приговора в отношении жительницы Германии, признанной виновной в пособничестве нацистам во времена Второй мировой войны и причастной гибели тысяч невинных людей. Немецкий суд признал 97-летнюю Ирмгард Фурхнер виновной в причастности к убийству более 10 тысяч человек. В годы Второй мировой войны она работала секретаршей и стенографисткой в нацистском концлагере Штутгов в оккупированной Польше. Подсудимой дали два года условно. Государственный обвинитель заявила, что хотя подсудимая была всего лишь секретаршей, но её роль в содействии нацистам была значительной. «Я считаю, что для выживших и вообще для всех очень важно то, что этот судебный процесс завершился вердиктом. Приговор адекватен, но ещё важнее то, что суд признала ответчицу виновной». Фурхнер работала в концлагере с 43-го по 45-е годы. В то время ей было меньше 21-го года, поэтому её дело рассматривала коллегия по делам несовершеннолетних. Судебный процесс начался в прошлом году. В сентябре, незадолго до слушания, Фурхнер сбежала из дома престарелых. Вскоре её поймала полиция, и женщине всё равно пришлось сесть на скамью подсудимых. Для доказательства её вины государственные обвинители проделали огромную работу, проверяя сохранившиеся документы. «Суд постановил, что обвиняемая, работая машинисткой-стенографисткой в концлагере Штутгов, сознательно и добровольно способствовала жестокой смерти более 10 500 заключённых, которые отправляли в газовые камеры, содержали в бесчеловечных условиях и переводили в лагерь смерти освенцем». К концу судебного процесса Фурхнер сказала, что сожалеет о случившемся и о том, что в те годы находилась в Штутгове. Однако, по мнению судьи, женщина могла уволиться в любое время. Концлагерь Штутгов существовал с 1939 по 1945 годы. За это время туда попали 110 тысяч заключённых. В их числе были евреи, поляки и советские военнопленные. 65 тысяч узников погибли. К другим темам. Американское агентство экономической информации «Блумберг» обнародовало странную статистику. Сылаясь на писателя Тоби Мьюз, эксперты заявляют, что мы живём в золотой век кокаина. Кокаин достиг уголков планеты, которые его никогда раньше не видели. В качестве доказательства этой теории приложили спутниковые фотографии. Оказывается, что в прошлом году площадь колумбийских земель, засеянных кокой, выросла до 200 тысяч гектаров. Это в пять раз больше, чем было на момент конца эпохи известного на весь мир наркобороны Эскобара. В 1993 году является абсолютным рекордом. Что не может не наводить мысль на мысль о том, что число наркозависимых, а также преступлений, связанных с оборотом наркотиков в мире, будет расти. Тем временем в Китае, где спустя два года стали постепенно ослаблять антиковидные меры, отмечают рост смертности от этого заболевания и скрос на курьеров. Подробности в следующем материале. По мере того, как в Китае сообщают о новых смертях от COVID-19, начинает расти спрос на услуги доставки. Так, в пекинских аптеках курьеры ждут по несколько часов, чтобы забрать заказы. Недавно в Китае отменили строгую политику ноль терпимости в отношении COVID. В городах начали снимать жёсткие ограничения и одновременно фиксировать растущие цифры заболевших. В то время как остальной мир уже давно пытается жить вместе с вирусом, коммунистический Китай до недавнего времени жёстко ограничивал контакты с заболевшими. Людей вынуждали оставаться на карантине в специальных центрах. При выявлении даже нескольких случаев закрывали целые дома и кварталы на вход и выход. Эксперты говорят, что такая политика, наряду с низкими показателями вакцинации, привела к тому, что в Китае не выработался коллективный иммунитет. В итоге здесь ожидают повышенной смертности от COVID. Впрочем, люди, уставшие от ограничений, всё равно поддерживают открытие. «Работу возобновили внезапно, и достаточное количество лекарств не успели подготовить. Это обременительно, но я поддерживаю открытие. Я не волнуюсь. Многие люди вокруг сохраняют позитивный настрой. Сам я принимаю витамины». Официально в Китае в ходе недавней вспышки сообщили только о нескольких смертях от коронавируса. Однако цифры могут быть выше. В прошлом году в адрес Пекина звучали обвинения в том, что он намеренно занижает статистику. Так цифры разнятся со средними показателями по миру. С начала пандемии Китай с его полуторамиллиардным населением официально подтвердил лишь чуть более 5200 смертей от COVID. А, к примеру, в Италии зарегистрировали более 183 тысяч умерших. В целом же в мире от болезни уже скончалось более 6 миллионов человек. Новости автомобильного мира, который с санкциями против России и уходом из страны ряда западных брендов, не умер, вопреки ожиданиям недоброжелателей. Дилеры огласили цены на новый «Москвич», который по сути своей является китайским кроссовером «Джак». Минимальный прайс на овощную комплектацию составит 1 970 000 рублей. Чем жирнее, тем дороже, соответственно. Цвета будут такими же разнообразными, как и комплектация. А именно, можно будет купить машину белого, черного, красного, серого или голубого цветов. Острую нехватку кислорода отмечают жители северной части Индии. Вся причина – в ядовитом смоге, который опустился к земле и мешает дышать. Каким образом чиновники решают проблему и решают ли? Северную Индию окутал густой смог. Это город Канпур с населением в 3 миллиона человек. «Сегодня первый день сезона, когда сильный туман. И у нас довольно холодно. Люди едут на работу с включёнными фарами». И всё же индекс качества воздуха в крупных северных городах Канпур и Лакхнау не такой высокий, как в столице Нью-Дели. Здесь он держится на отметке очень плохой. Туман смешан с пылью и дымом. «Я физически чувствую, что сегодня загрязнение сильнее, чем в последние дни, потому что мне тяжело дышать. Сегодня сильный туман. Отсюда не видно даже ворот Индии». Власти Нью-Дели давно пытаются улучшить качество воздуха в зимний период, принимая различные меры. К примеру, в столичном регионе поливают дороги водой, а общественный транспорт сделали более экологичным. Также стараются контролировать сжигание дров и мусора. Однако эксперты говорят, что эти меры нужно применять во всех мегаполисах Северной Индии. Только тогда эффект будет виден. Вслед за медсестрами и сиделками в Великобритании на массовые акции и протесты выходят сотрудники реанимационных бригад. И хотя каждый раз к акции присоединяются разные категории работников, требования остаются у них прежними. В первую очередь это повышение размера оплаты труда. Инфляция в стране на фоне всем понятных моментов стремительно растет, а вот жалование работников остается на прежнем уровне. Повысить зарплату хотя бы на сопоставимый с ростом цен уровень – вот чего просят парамедики. Эксперты Национальной системы здравоохранения отмечают, что сейчас сфера переживает не самые лучшие времена, и отток кадров, которому может привести ситуация с низкими зарплатами, может еще больше усугубить проблему. Фанаты сборной Аргентины покалечили полицейских и украли банкомат в прямом эфире. Так, накануне они встретили победителей чемпионата мира по футболу в столице страны Буэнос-Айресе. Начну с того, что на улицы города вышли, по данным полиции, около трех миллионов человек. Зрелище просто невероятное, и поведение всей этой толпы привело к необходимости эвакуировать футболистов на вертолетах. А позже случились столкновения с полицией, а один из местных телеканалов зафиксировал взлом банкомата, который преступники из числа фанатов погрузили в фургон и скрылись. К счастью, злоумышленников задержали, а всего под стражу за беспорядки попали 13 человек. Вместе со свидетельствами о рождении детей жительница Мали получила персональную страничку в книге рекордов Гиннеса. Все потому, что она родила сразу девятерых детей. Изначально во время УЗИ выяснилось, что у женщины многоплодная беременность. Позже врачи насчитали семерых эмбрионов, но когда дело дошло до серьезного срока, то удивлению врачей не было пределов 5 мальчиков и 4 девочки. Именно такой состав пополнения произошедшего в семье 25-летней жительницы африканской столицы. Это абсолютный рекорд, который сочли возможно внести в книгу рекордов Гиннеса. Даже несмотря на то, что все состоялось год назад. Сейчас детишки подросли и чувствуют себя хорошо. Добавлю, Мали занимает второе место в мире по количеству детей на одну женщину. Также страна входит в стройку стран Африки с самым молодым населением. И напоследок жутким казусом обернулась попытка азербайджанских эко-активистов на митинге в Лачинском коридоре запустить в небо голубей. Женщина, выступавшая перед митингующими, наравне с еще несколькими соратниками держала в руках голубя. Но во время выступления птица вела себя странно. Не шевелилась, ее голова безжизненно болталась так движением женщины. А когда пришло время выпускать голубей в небо, активистка подбросила птицу, но так камнем упала на землю. Остальные птицы взлетели. Вспоминается старый анекдот. Благодаря сильному ветру дети, пришедшие в зоопарк, думали, что аист еще жив. На этом на сегодня все. Еще больше интересных новостей в телеграм-канале нашей программы. Адреса и ссылки на ваших экранах. Ну а с вами был Дмитрий Белькевич. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова